Сделать объекты инфраструктуры города доступными для маломобильных граждан, чтобы это произошло не на словах, а на деле ведется работа по паспортизации, то есть своего рода оценке доступности и адаптации зданий. На этот год запланировано обследовать 26 таких объектов. За 2022 год обследованы 26 объектов социальной инфраструктуры, подлежащих адаптации к нуждам лиц с инвалидностью. Направлено в Управление координации занятости 26 заключений по оценке доступности объектов. Ведется работа по уведомлению руководителей объектов, подлежащих адаптации о необходимости соблюдения установленных норм в данном направлении. На совещании отметили и даже предупредили подрядчиков. При благоустройстве новых микрорайонов, вводе домов, а также строительстве дорог, они обязаны соблюдать закон, то есть создать условия для возможности передвижения и удобства лиц с инвалидностью. Кстати, именно их Акимат будет привлекать для оценки объектов. Принимать их не будут, если нарушения найдут. Особое внимание уделили и наружной рекламе. В городе установлено 237 стационарных стоек и практически половина из них находится в неприглядном виде. Часть в плохом техническом состоянии или стоят пустые, другие не обеспечены подсветкой, а должны, согласно закону. Сотрудниками отдела проведен мониторинг на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о рекламе на территории города. Обследовано 1685 объектов. Вручено 1913 рекомендаций по устранению нарушений. За 2022 год демонтировано 52 рекламные конструкции, установленных без разрешительных документов. Те, что демонтированы, были не стационарными, а лишь вывесками на фасадах зданий. Навести порядок в этом вопросе без промедлений поручили соответствующим службам. Кроме того, пересмотреть подход к наружной рекламе и сделать ее более современной, опираясь на опыт больших городов устанавливать LED-стены и LED-экраны. У нас LED-экраны раз-два и обчелся. Так? И где его все по старинке? Вот как я в 2008 году был здесь за Макима, как они были криво в кости, так и они стоят до сих пор. Давайте приводить в порядок. Конструкции и рекламные вывески, которые портят архитектурный облик города, который содержится в ненадлежащем виде, рекомендовали либо приводить в порядок, либо убирать вовсе. А сроки, на которые стационарные конструкции отдавались рекламщикам, предложено сократить с 10 лет, как сейчас, на год-два максимум, как это было ранее.